Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как настроить веб-камеру, дигиталку, зеркалку и прочие камеры, которые можно подключить к вашему компьютеру, если у вас нет варианта с веб-камерой. Итак, нажимаем на плюсик, выбираем девайс захвата, Video Capture Device, нажимаем Add Source, Add New Source, например, назовем ее Logitech C270, Add New Source, выбираем ее в списке Logitech, да, и нажимаем Done. Я уже предварительно добавил все камеры, поэтому буду показывать на примере своих камер. У меня их три штуки. Низкого качества китайская веб-камера с 480p, затем среднего класса веб-камера C270 и максимального качества зеркальный фотоаппарат, который, например, нельзя подключить к системе, но благодаря вот этой программе, которую вы видите над моей головой, да, можно подсоединить любой девайс по типу камеры, ручной камеры, фотика и так далее к вашей системе и пользоваться как веб-камера. Давайте приступим к настройке картинки. Что нам нужно сделать? Начнем с китайской веб-камеры. Попробуем улучшить немного качество самой картинки, чтобы она была почетче, может быть, покрасивее. Итак, приступим. Нажимаем на веб-ку, выбираем ее в списке, нажимаем правым кликом, выбираем фильтр, открывается у нас окно, здесь нажимаем на плюсик, добавляем Color Correction, что значит цветокоррекция, да, далее нажимаем на плюсик еще раз и выбираем резкость. Данные два фильтра будут использоваться во всех камерах или девайсах для захвата картинки. Color Correction, цветокоррекция. Начнем ее немного настраивать. Все настройки должны быть на ваше усмотрение и один нюанс, который я хочу вам предложить сделать, это прибрать в разделе цвет, Color, да, сделать ее чуть-чуть серой, буквально совсем чуть-чуть. Или же можно чуть-чуть побольше, то есть посмотрите на картинку, увидите разницу. Так, когда вы это сделали, переходим в раздел резкости и здесь начинаем добавлять или убавлять резкость. В зависимости от ваших нужд. В случае этой китайской вебки, скорее всего на 0,1 будет самая нормальная. Так, ну и посмотрим, как выглядела до и как выглядит после. Без фильтров она выглядит слишком белой, непонятной, с фильтрами она стала почетче, но потемнее. Так что можно гамму чуть-чуть прибрать. На ваше усмотрение. Сделайте так, как вам больше нравится. Картинка стала чуть-чуть получше. Далее переходим к настройке Logitech C270. Так как это моя основная веб-камера, я ей пользуюсь постоянно и она у меня уже предварительно настроена. Сейчас я активирую два фильтра и вы увидите разницу. Так, поехали. Цветокоррекция. Она стала чуть-чуть потемнее и резкости. Чуть-чуть ее посветлее сделать. Так, как-нибудь. Все, картинка, на мой взгляд, стала четче, стала лучше и покрасивее. То есть, вот сравним. Белая, бледная, резкость не очень. Добавим цветокоррекции. Она стала резче, красивее. Далее. Далее настроим зеркальный фотоаппарат Nikon D5100. Я использую программу SparkoCam. Вот такая вот программка. Можно ее скачать, купить, что вам угодно. Если она у вас будет в бесплатной версии, то у вас будет такая надпись SparkoCam. Но так как у моего фотоаппарата хороший объектив, я выкрутил его таким образом, что я могу обрезать просто себя, используя оригинальную или купленную программу. Итак, выбираем в разделе Nikon Camera. Затем в меню обязательно надо автофокусировку сделать. Чтобы камера сфокусировалась, обязательно заметьте, что у вас должно быть достаточно много света. Если у вас будет мало света, камера плохо срабатывается или будет постоянно фокусировать. Поэтому убедитесь в том, что у вас будет достаточно света. Также можно чуть-чуть ее сразу преднастроить. Я этого делать не буду, потому что у нас есть фильтры. Далее Large, JPEG, Fine. Выбрать можно всякие пресеты, которые у вас тут есть. Баланс цвета белого. И всякие стиды. Я все поставлю на стандартный. Так, далее программа остается у нас на заднем плане. И переходим уже в OBS. Нажимаем также фильтры. Добавляем сюда цветокоррекцию. Также добавляем сюда резкости. Так, резкость. И что? Ребят, начинаем. Теперь ее настраивать по вашему желанию. Как вам больше нравится. Я, наверное, чуть-чуть приберу. Чуть-чуть добавлю. Гамма чуть-чуть добавлю. Whiteness. Хотя, наверное, вот так лучше сделать. Это просто на ваше усмотрение. Сделать ее, может быть, чуть-чуть посветлее. Так, мне совсем не понравилась сейчас картинка. Была серая. Стала более-менее цветной. Далее выбираем серый. Обычно. Если очень серый выбрать, картинка будет такая. Слишком серая. Убавим резкости. Начнем 0,5. Будем потихоньку убавлять половину раз. Вот двоечка уже выглядит неплохо. Но слишком много. Поэтому выберем 0,15. Если слишком много, чуть-чуть понизим. В принципе, вот мне эти настройки подходят. Теперь я увеличу немножко это окошко, чтобы вы видели, да? Картинка у нас такая нерезкая. Так, сейчас я активирую фильтры, чтобы вам было видно. Активация фильтров. И все, картинка стала четче. Далее, чтобы обрезать это дурацкое название Sparky Soft, мы зажимаем Alt и за верхний бегунок дергаем вниз. Также снизу, с одного боку и, может быть, с другого боку. Вот и все. У вас теперь есть максимального качества веб-камера, которую вы сделали сами из своего фотоаппарата, дигиталки или, может быть, ручной камеры. В принципе, на этом все. Вот такой вот туториал. Надеюсь, вам помогло. Сделали из минимального качества что-то получше, что-то среднее или что-то максимальное. Поэтому дальше мы перейдем к настройке звука.